Спонсор передачи магазин детского питания и товаров для детей Викуша. Доброго дня! Вы даже не представляете, как мы предвкушали этот эфир. И не только потому, что тема у него весьма замечательная. Это наши обожаемые мужчины. Мужчины, мы вас любим. Знаете, об этом сегодня будем о вас говорить. Но это еще и то, что Анечка к нам вернулась Ира. Привет! Та-дам! Привет, Ира. Что ты привезла с собой, Ира? Я привезла рецепты, конечно же. И солнечную грузию в душе. И солнечную грузию в душе. Аня, ну раз мы говорим о мужчинах, это будет какой-то особенный разговор. Ну, эта тема, я думаю, всех будоражит. И не только женщин, но и самих мужчин. Узнать о себе что-то новенькое. Мы точно сегодня подарим что-то действительно новое. И как это, знание, информация, это всегда... Это всегда важно, нужно и необходимо. Ну, а еще мы будем говорить о стильных мужчинах, о любимых мужчинах миллионов женщин. Ну, и самих мужчин пригласим в студию тоже, потому что они среди нас есть. Хотя это программа «Город женщин». Доброго дня. Я рада пригласить в нашу студию Ирину Энгелес. Здравствуйте. Именно она будет говорить о тех мужчинах, которые буквально взорвали экраны женский мозг и, естественно, покорили сердца и души. Здравствуйте, Ирину. Привет. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня целый список этих мужчин. Да, но все-таки для каждого определенный тип это все субъективно. Кому-то кто-то нравится. Это точно. Да, и секс-символ, наверное, мужчина, актер, да, это тот человек, который привлекателен и для мужчин, и для женщин. Человек, который обладает определенной какой-то магической харизмой. Мужчины хотят быть на него похожими, а женщины хотят видеть рядом с собой подобного мужчину или, не знаю, разделить как свидание. А может, мы сначала узнаем, у кого кто является таким любимым иконой? Да, да, да. Ира? Ну, у меня, наверное, больше такие актеры, которые раньше снимались. Это Том или Джонс, мне очень нравится. Да. Ван Дам. И еще Том Круз. Знаете, что Том Круз, оказывается, собирает кулинарные рецепты по всему миру. Круто. И участвует в кулинарных шоу. У Иры вообще список готов, как будто она готовилась к этому. Да, самое интересное. А мы-то так спонтанно спросили, Оля. Спонтанно, да, потому... Я ничего ответить не могу, мне очень нравился, как актер, Валентин Гафт, очень нравится до сих пор. Мне очень нравился Филатов. Ну, в общем, много-много их. У Оли прям патриотизм прет, да. Здесь не патриотизм не делать. Спросила о любимых мужчинах, я тебя ответила. А у меня, у меня, если сказать, из тех, того поколения, то это Роберт Де Ниро. Ну, Марлон Брандо, Роберт Де Ниро. Ну, а сегодня, естественно, бесспорно, это Том Харди. Давайте уже про эпоху. Как бы банально это ни звучало. Да, ну, я разделила, в общем, подготовилась по эпохам. Начнем мы с 20-х годов, немое кино, и в тот период просто удивительной славой обладал Рудольф Валентином. Сейчас, возможно, на экране покажут его фотографии. Это вот такой тип мужчины с каким-то таким дьявольским внешним видом. Ну, просто спонтанный такой, очень такой. Ну, это вот времена Веры Холодной, Александра Вертинского. То есть, вот такие в тот период были с такими магнетическими глазами. Вот. И... Ух ты. Разбив сердца. Молодой женщина. Да, совершенно молодой. Или же только начиналось. В 21-м году он стал абсолютно популярным. Это фильм «Четыре всадника апокалипсиса», который спас киностудию Мэтра Голдвин Майер от... Краха. Банкротства. И вот смерть Валентина, это была просто какая-то истерия женская, потому что после его смерти были и самоубийства, и поклонницы дежурили возле его могил. И это все продолжалось на протяжении 30 лет. 30 лет? Да, это продолжалось на протяжении 30 лет. И вот такие легенды ходят, да, что гроб, в котором его хоронили, он был сделан из серебра и красного дерева, что Денито Муссолини направил целый там почетный караул, да, потому что он по происхождению был итальянец. Вот. И во время похорон летали самолеты, из которых сыпались лепестки роз. Это просто... В общем, видимо, похороны были пышнее, чем жизнь. Ну, ужасно. Ну, так бывает, да. Хотя человеку уже не нужно ничего. Но он был красив, да? Да, он был красив, он был обаятельный, харизматичный. У него очень было много... Таланта. Талант, определенно. И очень много было женщин. Он быстро очень остывал к ним и постоянно менял. Получается. Все-таки. Третий раз слово ужас сказал. Что такое? Далее, 30-е годы. Это Кэри Грант. Сейчас мы на экране увидим, да, вот. Господи, почему я никого не знаю? Это любимый актер Альфреда Хичкока. Если вы смотрели его фильмы, Альфред Хичкок вообще говорил, что Гранту не нужно объяснять, как играть, его надо только поставить перед камерой. Да. И что он настолько естественен, что актерский обман просто не замечаешь. 30-е годы. Да. Он главный джентльмен Голливуда, и он послужил прообразом Джеймса Бонда. То есть он вот такой типичный, выглядит как Джеймс Бонд. Кто следующий? Следующий у нас Кларк Гейбл. У него было свыше 70 ролей. Ну его все знают. Я его спросила, как раз. Свыше 70 ролей, но он всем запомнился тем, что он сыграл в «Унесенных ветром» Ретта Баттлера. У него было, как, пять раз он был женат, но самая его большая любовь, это Кэрол Ломбард, которая трагически погибла в авиакатастрофе, после которой он долго не мог прийти в себя. У каждого актера, видимо, своя есть какая-то история. И потом, впоследствии, он женился дважды, но они были абсолютной копией Кэрол Ломбард, и был похоронен по завещанию, он рядом с ней, то есть в одном склепе. Кто четвертый? Далее мы переходим, это у нас 40-е годы, это Хамфри Богорд. Я вот еще заметила, что эпоха очень влияет на образы, которые становятся популярными. Хамфри Богорд – это такой очень мужественный, и у него какая-то такой... Это муж не Мервин Монро? Нет. А, да? Но он, у них были отношения тоже в свое время, и он играл самый знаменитый его фильм, это «Касабланк», который стоит на первом месте вообще среди всех романтических фильмов самых. Надо посмотреть. Надо посмотреть. Да, там они играют с Ингрид Бергман, это шведская актриса, наверное, вы знаете, очень такая красивая. Можно я перебью? У нас сколько там в списке мужчин? У нас тут их 15, мы сколько успеем, столько это. Тогда все, я хочу посмотреть все, просто простите мне, мои любопытства. И во время съемок он был очень маленького роста, ну не очень маленького, но он был гораздо ниже, в общем, Ингрид Бергман, и приходилось одевать обувь с каблуками 7,5 сантиметра. Как Роберт Дауни-младший? Как Том Круз, может быть? Ну ладно, все равно хороший, хороший актер. Так, 50-е годы, ну вот, кстати, недавно я сделала у себя такой опрос, да, кто, по вашему мнению, является вот символом всех эпох там. И вот все просто, многие сказали, что это Марлон Брандо. Ну да, вот, я тебе хочу рассказать, что это пьющий поток. Это 50-е, 60-е годы, да, это удивительный актер с удивительной харизмой, который, не имея актерского образования, он только курсы закончил, тем не менее, у него был отвратительный характер, как многие отмечают, да, и он постоянно, он такой бунтарь по жизни, постоянно он был против чего-то, и даже вот, когда ему вручали премию за лучшую мужскую роль трестный отец, Оскар, он не пришел, он отправил индианку, потому что в тот период он, да, болел за их права, и она там сказала вот речь знаменитую эту, вот, и от него сходили с ума все, и мужчины, и женщины, он всех одаривал вниманием, конечно, он очень много легенд ходит, да, его такой вот, и вот в результате неимоверной бурной жизни у него было 11 детей, трое приемных, которым он всем дал свои фамилии, он их обеспечивал хотя бы, кроме фамилии, я думаю, что он был очень такой, да, ответственный, ответственный человек, и вот фильм «Дикарь», в котором он сыграл, вот этот вот образ в косухе, в кепке, это стало вообще прообразом для многих персонажей, героев фильма, в том числе вот Элвис Пресли этот образ взял за основу, то есть он таким законодателем, может быть, моды и вообще типа был. 60-е годы, это у нас Ален Делон, который не пьет одеколом. Почему же? А одеколом? Нет, ну он же удивительный, почему бе? Ну не знаю, он такой смазливенький. Он смазливенький. А, ты не любишь? Он смазливенький, да, но он потрясающий, он очень красивый, он снимался во многих тоже фильмах, самая такая, одна из первых, где его заметили роль, это у Лукина Висконти, Рокко и его братья, где он играет боксера, потом вот был фильм «Бассейн», у него было множество романов со всеми самыми красивыми женщинами, и Роми Шнайдер, тоже такая очень красивая актриса, она никак не могла оправиться после расставания, она долгие годы любила, продолжала любить этого человека. И, кстати, недавно был Каннский кинофестиваль, вы слышали, наверное, про этот скандал женщин, да, что Ален Делону нельзя вручать премию за вклад в киноискусство, потому что когда-то в свое время он там как-то нелестно высказывался и выступал там против каких-то моментов, но все же очень справедливо, и руководство Каннского кинофестиваля сказали, что мы вручаем премию все-таки за вклад в актерское искусство, вообще в киноискусство, а не в какие-то там личные его предпочтения. Ну, конечно, да, да. Так, 70-е годы, это Роберт Редфорд, очень похож на Брэда Питта, у них даже есть совместный фильм, и вот он стал секс-символом задолго до Брэда Питта в 70-х. Вообще, мой любимый фильм с Джейн Фондой «Босиком по парку», это такая комедия положений про двух молодоженов, которые сталкиваются с какими-то, ну вот, с семейными такими проблемами, очень классный, очень такой позитивный, и этот фильм, также вот фильм с Барбарой Стрейзом тоже, какими мы были. 80-е годы, у нас еще есть время? Есть, но мало. 80-е годы, Мел Гибсон, да, официальный статус секс-символа получился в 85-м году. Я как режиссера его очень люблю еще. Ну, как режиссер, талантливый человек. Он оказался талантливым не только как актер, но и как режиссер, и в тот период ему было всего 20 лет. Это вот «Баунти» фильм, и после он снял, ну, множество замечательных режиссерских работ, да, все его, наверное, видели, «Храброе сердце». Ну, конечно. Да. Мы ждем своих Даира. Не дожди ночи. Далее у нас идет Тимати Далтон, наверное, это 80-е годы, я его обожаю. Это Джейн Ир, да, это Джейн Ир. Джейн Ир стал популярным именно в тот период, когда вышел телесериал Джейн Ир, вообще он красавец. А я прочитала книгу и думаю, а что такой красивый-то? С ямочкой на подбородке. По книге не нравится. С ямочкой на подбородке. И он стал четвертым Джеймсом Бондом. Так, у нас 4 минутки. Вообще, вот, если посмотреть Джеймсов Бондов всех, да, то всегда выбирали самые красивые мужчины становились Джеймсами Бондами. Кроме Дэниела Крейга, я так думаю. Да, да, да. Мне кажется, его нужно, ну, в скором времени как-то заменить на какого-то другого актера. Ну, наверное, по-своему он тоже красив. Так, девочки, мы не успеем сейчас. Так, далее, 90-е, Джордж Клуни. Вау. Джордж Клуни? Тоже актер, который настолько многогранен. И раньше я его не воспринимала как-то серьезно. Мне казалось, что он такой какой-то романтический образ. Ну, опять-то, он своей работой доказал. Да, но, как оказалось, он вообще удивительный продюсер. К тому же, помимо того, что он актер и вообще прекрасный человек, мне кажется. Так. Идеал женщины. Ну, Леонардо Каприо. Ну, это вообще звезда. Звезда и... Звезда звезд. Любовь всех якутских женщин, которые сдавали серебряные украшения. Для того, чтобы ему... Кумир. Да, кумир. Он еще... Он еще и талантливый. Чем он привлекателен? Да, он еще известный филантроп. И человек хороший. И борец за окружающую среду. Да. Который вообще в целом болеет за все. Все? Больше никого? Нет. Еще есть Джут Лоу. Ну, быстренько покажем. Джут Лоу. Джок... Джут Лоу. А, да. Ну, это... Он... Модель, да. Райан Гослин. Это дневник памяти, да. Том Харди. Это уже десятые годы наши пошли. И Брэдли Купер, который с Леди Гагой получили за песню Оскар. Это было нечто. Вот. В целом, вот получается так, что и... Какие признаки? Ну, вот это два признака получается. То, что это секс-символ. Это то, что он нравится и мужчинам, и женщинам. И второе, это фильмы с их участием вы готовы пересматривать, наверное, всегда. Ну, ты точно. Ну, ты точно. То есть, это то, что делает мужчин популярными. С любимыми. Да. То, что делает мужчин, надолго оставляет в сердцах телезрителей. Спасибо вам большое. Это было превосходное какое-то путешествие в мужской мир. Ну, мы заодно вспомнили своих героев. Наши глазки. Спасибо большое. Приходите к вам еще. Спасибо. А мы уже готовимся перейти к новой рубрике, которая носит название «Ностальжи». Я готова пригласить двух человек, которые коллекционируют. И что именно они коллекционируют, они расскажут и даже покажут. И это у нас Анатолий Хохалов. Здравствуйте. Прошу вас уже, проходите. И Егор Иванов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ждем вас. Вам нужно как-то уместиться. Я не знаю, как вы это сделаете. А, легко вы это сделаете. Все продумано, Оля, продумано. Под размеры. Коллекционеры все продумывают. Ну, первый вопрос, конечно. Вас мы уже знаем, Анатолий. С чем вы на этот раз пришли к нам? Ну, я принесу коллекцию жевательных резинок. Вау. Турбо? Разный. И как-то там лавы. Есть первые советские, 79-го года. То есть вы еще и это собираете? Еще нет. А Егор с чем к нам пожаловала? Я, я нумизматика, монеты. Мне еще принес коллекцию «Великие люди». Ух ты. На монетах разных стран мира. Ну, и плюс еще знакомительная часть – это фальшивые монеты, которые сейчас вот любят продавать всякие рабочие. Но прежде чем мы подойдем и полюбуемся на вашу, наверняка вы нам покажете поближе всю вашу коллекцию. Расскажите, что довело вас до жизни такой коллекционера, а? С детства не увлечения. Большинство людей же просто живет и как бы все это в детстве проходит. А вы такой взрослый, уже состоявшийся человек, и вдруг опять? Все со школы. А первая монета? Советские копейки. Да? Советские копейки. Вы начали собирать еще в детстве, получается. То есть тогда они не носили никакое, как бы… Нет, носили, ценность была у них уже, ну, как бы сказать, ценных не было особо у нас здесь. Ну, такие собирались. У меня сосед был, он меня привил, он пошел, ходил, показывал, и я начал с него примеры так брать. Потом по газетам, раньше не было когда интернета, газеты. В газетах я куплю монеты, там список каталоги, вот мы так-то. Вы еще, наверное, переписывались, письма писали. Да, да, да. Как здорово. То есть я подумала, из карманных денег, как бы, откладывали, а тут, оказывается, все-таки, да, исторического ценности не имели. Кстати, я хотел сказать, вчера у нас прошел съезд третий коллекционеров. Я хотел бы поблагодарить организаторов, которые титанический труд провели по организации участников и гостей за активное, как говорится. Ух ты, вы там что-нибудь для себя новое почерпнули? Какие-нибудь раритеты вы видели, которые бы хотели? Я был на другом мероприятии. А, вот как сапожник без сапог оказался. У вас вот эта организация коллекционеров, она очень активная такая, да? Вы все время выставки какие-то проводите? Стараемся, привлекаем коллекционеров. Сохраняют историю для нас, видишь? И даже ее показывают. Сколько человек состоит у вас? О, 360 на сегодняшний день. 360? По всей республике. Это официально зарегистрировано. Ух ты. А еще есть неофициально. Прошу, показывайте. Оля, иди посмотришь, или мы здесь посидим? Я вам постараюсь, конечно, передать весь восторг свой. Ну, посидим. Не знаю, получится ли. Вот у меня первые жевательные резинки. Ну, погоди, 79-й год. Бози мой! Самый первый советский. Да, это же вообще... И также, если помните, мятные. Они прямо там жвачками ходят, да? Нет, обертки. А сколько они стоили, не помните? Нет, не помню. 15 копеек? А, вот. Сперва были 60. Вот, видите, 15 копеек. Вот эти я помню. Я помню, когда там жвачки стоили пять копеек. А их делали в Прибалтике, в Армении. Вот армянские, у них надписи на армянском. Здорово. Ой, прекрасно помню я эти мятные. Ну и вот 80-е, 90-е годы. Ну, в общем, все, дальше уже все по этому, да? Вообще, жвачку в 1848 году изобрели. Так. А в Советском Союзе появились с 76-го года. С 76-го? Да, и там случай был, трагедия. Люди погибли из-за жвачки. Как? Как такое могло быть? Советское правительство решило. Разрешить? Разрешить. Разрешить. Самим призвать. Расскажите всю эту историю. Ой, тепетит. В Сокольниках был матч Канада-ЦСК, юниорский, по хоккею. И после матча канадцы начали раскидывать жвачки для зрителей. Ну и народ повалил за жвачками. И чтобы иностранцы это не снимали на камеры, выключили свет, закрыли все двери. Ах, ну потому что позорится. 25 человек погибло. 25? Ужас. И вот после этого решили производить свою собственную флачку. Вот пока люди не погибли, смотри-ка что. Ну и... Ну что делать? Тоже история? Егор, перебавь слово. Вот этот стильный лист, получается, это основоположник монет, который начал собирать, нумизмарику вел как науку. Иосиф Эккель. Это он еще при монетном дворе работал. Он вел вообще понятие, что нумизмарик это наука, а не просто собирательство денег. То есть, в общем-то, в тысячи где-то, в конце 700-х годах появилось. Ну тут, по первой, это космонавтика, тема. Гагарин наш. Полет. Вот Егор подготовил именно для выставок. Это выставочный материал на стендах идет. А есть какая-нибудь такая наиценнейшая одна монета? Наиценнейшая одна? Да. Ну если только брать... Думаю, нет. За не все... Самое ценное прямо вот. Самое... Ну вот он будет, он получается, Грибоедов, скажем. Грибоедов? Вот это самое ценное монета? Да, получается, это серебро. Он внизу она стоит. Это серебро. Вот тут внизу. Сколько она стоит, допустим, если ее... На рынке. На рынке. Одна, это 2 рубля, Россия. 1 800. 1 800. А у нее номинал 2 рубля. 2 рубля, да. Это серебро. Слушайте, как захотелось мне. Ну не потому что 1 800, это что Грибоедов. Тут тоже наши великие русские писатели. Так. Русские писатели. Но их можно очень долго пить. Да, тут много. Давайте посмотрим, что вот. Вот тут. Ну вот это будет вторая часть, вот первая часть. Это вот наши монеты, которые вот сейчас на столичном люди любят. Цыгане как это, строитель продают. Вот можете здесь посмотреть. Да, разложите мне их, а я потом стараюсь. На улицах люди говорят, что нашли клад от бабушки и на бабушки, а дедушки. Ну это все. Это же Екатеринки какие-то. Это настоящие или фальшивые? Это не, это кое. Ой, подождите, как мне их показать-то? Вот так. Ну и как. Это же Екатеринки, я о них столько читала, а теперь я их держу в руках. Ну это все фальшивые. У меня руки-то. Это все фальшивые. Это все фальшивые. А правда, что вы называете их фуфлу? Да. Даже есть такой вид спорта у нас в коллекции. Фуфлу метания. Кто до щеки такой монеты? А зачем тогда собираете? Это не собирается. Это не собирается, это людей вводят в заблуждение, пытаются им продать, но зубиться. А, ну они легкие. Да, это легкие, это вообще не серебро. Это в Китае продают. То, что без такие монеты на улице не купить вообще. Ну, ну, ну. То есть покупают люди. Ну если вы попались на такую, ну, можно не отчаяться, можно проявить креатив. А, вот креатив. Вот так надо проявлять, да? Да, вот, разукрашен. Это художник наш местный рисует. Тереза Пачико-Чавес разрисовала монеты. Она разрисовала вот эти вот поддельные вы имеете? Да. То есть с поддельными монетами можно еще и вот так. Да, картинки делать. Куда они будут их использовать? Это декорация. Слушайте, интересно. И все будут думать, приходя, если они не спросят вас лично, да, они даже не узнают, что это подделка. Они будут думать, что вы такой классный нумизмат. Накопили кучу монет. Мы уже два раза проводили. Ну, а как определять-то вообще? Ну, самое основное, на улице такие монеты не продаются. Это есть специализированные магазины. А вдруг в магазине? В магазине? Ну, это в специальном магазине. Не может быть. Цены будут. Давайте пройдем и будем уже отвечать на вопросы. Да, мы накопили вопросы, я так чувствую. Я вот эти кучу. Так, ну что, вот мы добрались до главного. Раз девушки спросили, можно ли купить, стало быть, надо еще и сказать, где. Где? Ну, вот по якутску у нас, как бы сказать, в каждое воскресенье мы сейчас будем собираться в Великого Пушкина, исторический зал на втором этаже. Там коллекционеры собирают нумизматы, кто собирает значки, филателисты. Вот там вот можно приобрести, будет данный продукт. Плюс есть несколько точек по якутску, где про магазины специализируются. Именно на монетах, марках, аксессуарах, а тут прочее. А вообще, как вы друг друга узнаете? Говорят, рыбак рыбака видит издалека. Наверняка и вы как-то, вот по каким-то особенным черточкам, по взгляду, по интересу. По нам видно, по нам видно. Да? Особенно, да, по нумизматам особенно видно. Бонус, банкнот собирает, и монеты, то есть он вышел с автобуса на треск, а он сразу мелочи смотрит. А, да? Да. А так всегда человек, который плохо считает, начинает стоять. Ну, понятно, страсть к монетам я еще понять могу. У юного человека, когда он в пору взросления вступил, он понял, что это еще можно будет потом как-то монетизировать, а потом втянулся и не монетизировал. Уже просто вы собираете эти монеты. Ну, как вы, Анатолий, взрослый человек, и вдруг коллекционировали жвачки? Нет, он не только их собирает. У меня были жвачки, но вот некоторые из них подарил друг. Росыпи были, вот я их собрал и решил систематизировать. Ну, и, оказывается, интересно стало. Ну, это, как говорится, пятая стадия коллекционирования. А, у вас еще свои стадии есть? А вот я думала, что коллекционеры никогда ничего не продают. А когда вы собираетесь, вот, я так поняла, в Пушкинке, это обмен это все-таки или продажа? Обмены, можно продать, потому что есть излишки, дубль, они не нужны. А можно обменять, но чего-нибудь хватает. А бывает страсть. Я у Набокова читала, когда ты горишь страстью и готов вот несколько даже ценных коллекций обменять на одну, в которой ты прям горишь и пылаешь. А, вот так, есть такое. Вот так. А вот вы, Анатолий, еще кроме жвачек, еще фотоаппараты же собираете, да? Фотоаппараты есть у меня. Аппараты еще есть, коллекция. Там шпионский у вас фотоаппарат. Разные есть. Всякие фотоаппараты. Насколько я помню, 74. 79. Ой, 79. Фотоаппараты КГБ использовались. Здорово. Фотопулемет от истребителя. И такие маленькие, да? Да. Здорово. Скажите, а все-таки коллекционировать любят больше женщины или мужчины? По статистике, будем говорить так, 50 на 50. А? 50 на 50. 50 на 50, если у вас и дамы, и все присутствуют. Просто женщины как бы больше. Больше собирают, но они более стеснительные. А, поэтому чаще к нам мужчины приходят на рубрику наставки. И на выставки их называть сложно. Да, даже так. И на передачу. Я. Спасибо вам большое. Спасибо огромное, что вы пришли. И я надеюсь, что это не последний раз, когда мы увидимся с вами коллекционерами и с вашими знакомыми работами. Но впереди у нас замечательная рубрика «Счастье быть собой». И там мы тоже будем говорить о мужчинах, но уже с точки зрения психологии. Ну что, как это животрепещущая тема всегда мужчины, женщины. Марс или как говорят? Венера. Венера, да. Солнце или Луна? Солнце или Земля? Вода или огонь. Можно перечислять бесконечно. Ну а что касается вообще мужчин... Даже происхождение слова «мужчина», если мы начнем копаться в этиологии слова, да, мы можем до таких глубин дойти. Вот, например, взять якутский язык. Мы вот до эфира разговаривали о том, каково происхождение И, кстати, вот это вот осознание, знаете, ну я всегда знала, что «эр-ки-ги», там «ки-ги», слово «человек», да, присутствует слово «человек». Странно, что вот не говорят «джахтар-ки-ги», просто же говорят «джахтар-женщина», все. А тут прямо такое обозначение идет. Вот это вот «человек», а вот это вот просто «джахтар». А вот за что курица не пьется и молодой. Тут вчера на то слово вот именно спереди «эр», вчера вот только я осознала, что вот это выходит из слова «эр-эль», вера, доверие. То есть человек, которому я доверяю, допустим, да, «эр-ки-ги», для женщины, скорее всего, это, то есть «эр-эль-лях-ки-ги», человек, которому можно довериться, на которого можно положиться. То есть это вот сразу обозначает функцию. Основную функцию мужчины. Тот человек, который берет на свои руки полностью жизнь, ответственность, то есть ответственность за жизнь близких ему людей. И не только близких. Ну да, вообще до кого дотянется. Потому что у нас же как, руководители и так далее, это кто? Мужчины. Значит, ответственность на ком лежит? На мужчина. Ну вот. Ну вы знаете, я с этой гендерной роли совершенно согласна. Я боюсь, конечно, вызвать возмущение, поток со стороны любителей равноправия. Но, кстати, об этом мы тоже поговорим после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Ой, я чуть было не отвлеклась от главной темы-то, от наших любимых мужчин. Еще до рекламы сказала, что, ну, заранее, прошу прощения, у тех, кто считает, что равноправие полов это очень важно. На мой взгляд, это, конечно, не нужно совершенно, потому что отсутствие каких-то различий делает нас слишком одинаковыми, а когда все одинаковое, то и скучно, и не рождает энергии никакой, а хочется, чтобы была энергия, и поток, и все. В общем, скажи, Оля, что мы сейчас будем радовать далее уши мужчин. Уши мужчин? Ну, ты обещала. Да, потому что мы как раз будем говорить о том, как вообще появился мужчина в религиях разных, допустим, в мифологиях, и таким образом мы, наверное, объясним действительно, что мужчина все-таки, как бы женщина не вертелась и не хотела, имеет главенствующую функциональность. Так а нам же удобнее. Во-первых, он за все отвечает. Ну, да. Во-вторых, мы как шеи можем им крутить. Ну, а почему-то мы в последнее время пытаемся это. По-моему, у нас сплошные выгоды. Пытаемся это. Мы как серые кардиналы сидим. Вот так, да. Ну и вот, если взять, допустим, греческую мифологию, как появилась женщина? Так. Как? Ну, как-то жестоко, наверное, нет? Ну, вот, люди это были... Это же греческая мифология. Люди это были, прежде всего, мужчины. Заселяли срединный мир, ну, это человеческий мир, да, жизнь. Это в основном были люди, ну, то есть мужчины, мужского пола. Женщин не было. Питались они, кушали вместе с богами, все было хорошо. И отпочковывались, или их боги создавали? Видимо, да, они сами боги их создавали, но они вот поклонялись своим богам. Ну, в какой-то момент они не сильно, да, как-то подзабыли, что ли, свои обязанности. Они решили, по-моему, сбросить. Нет, никого не сбрасывать, просто они перестали субординацию придерживаться, в общем. Зевс немного, как бы, ну, ему это не понравилось, он решил их наказать. Отобрал у них огонь. Это я быстро рассказываю, люди наверняка это все знают. Отобрал у них огонь. От богов, куратором людей, был Прометей. Прометей пожалел своих подопечных, ну и отдал обратно огонь им. Так, а женщина где? Украл. Ну, вот, украл огонь, как она появилась. И получается, естественно, Зевс это все увидел, очень рассердился, разозлился и решил вообще наказать. Он создал всех своих богов и сказал, создайте мне существо, похожее на богиню, но при этом он наделил ее любопытством, хитростью, способностью отманывать, сплетничать и так далее и тому подобное. А ужасно. Подарил ей шкатулку, куда положил все беды человеческие, войны, болезни. И сказал, не открывай. Но при этом он же добрый, туда положил надежду и веру. И сказал, он же бог, и сказал Пандоре, ни за что не открывай эту шкатулку. Нашел, что говорить, он специально так сделал. Специально, конечно. И Желская Любовь, естественно, победила. Пандора, естественно, в эту же ночь она все это открыла. Вот так вот именно в греческой мифологии появилась женщина изначально. Мы знаем в христианской вере, как появилась женщина из ребра Адама. Да, потому что мы практически тоже, опять же, не самостоятельное существо. В нашем якутской мифологии, как она появилась, ну не мифологии, а вере, да, в якутской вере, а юэрага, женщина появляется как? Ну, женщина не появляется вообще. Женщина лежит, мужчина стоит, то есть мужчина имеет прямую связь вертикальную с богом, а женщина имеет связь через мужчину. Женщина лежит, смотрит на мужчину как? Но она при этом твердо стоит, а ей падать, во-первых, некуда. Да? Она хорошо устроилась на земле. Я же говорю, женщина нигде не выпадет, нигде. Вот так вот она действительно нигде не падает и не упадет, потому что она уже лежит и доверяет. Только вот, как говорят, женщина встречает мужчину для того, чтобы всего-навсего приблизиться к богу. То есть мужчина ведет ее к богу. Ну да, если он ее не будет развивать, ты знаешь, что женщина погрязнет в бытовых проблемах. И сама же потом будет пилить мужчину, ей будет чего-то не хватать, и она даже не поймет, чего. А если мы посмотрим на природу, то солнце и луна, то тут же солнце жизнь дарит. Мужчина солнце, а луна, она наделяет энергией. Она же управляет энергией, водой управляет именно луна, также управляет женщина ночью незаметно. Ночная кукушка всегда дневной перекукует. Это не я, это народная мудрость. Так, ну ты заметила, что мы говорим-то о мужчинах, но без женщины ни один разговор не обходится. Вот и следующий сюжет тоже будет чисто женским. А так, отвлечемся немножко. Зато о стиле, о вечно. Лето уже наступило, а это значит, что самое время познакомиться с новыми трендами. Всеобщее помешательство на моде прошлого не сходит на нет, а наоборот набирает популярность. 70-х, 80-х и 90-х модницам и модникам мало. К списку добавилась викторианская эпоха с бантиками, корсетами, амурами и зефирами, а вишенкой на торте стали восточные этнические мотивы. Помните фильм «Мемуары Гейша»? Какие потрясающие кимоно были на героине в данной киноленты? Думаю, что многим хотелось хотя бы раз примерить на себя подобный образ. И в этом сезоне это стало вполне себе возможно. Наряды с азиатскими принтами и шелковое кимоно атаковали подиумы и украсили гардероб селебрити. Смотрится очень эффектно. Что же еще должно появиться в шкафу у модницы? Конечно же, велосипедки. И чем они ярче, тем лучше. Во время недель моды свою фантазию на тему этого атрибута спортивного гардероба представили абсолютно все. Их можно носить не только со спортивными вещами, но и с рубашкой и даже с пиджаком. Хоть немного и непривычно глазу, но весьма универсально. Также хочется обрадовать тех, кто в прошлом сезоне приобрел себе наряд с гороховым принтом. Выдыхайте, он будет снова актуален. Любая расцветка нынче в почете. Можно смело экспериментировать. Глядя на ткань с разбросанными по ней кружочками, невольно приходишь в умиление. Кстати, классикой считается платье с сочетанием белого горошка на черном фоне. Такой рисунок придает фигуре стройность, вытягивая силуэт и сглаживая недостатки. А для тех девушек, которые безумно хотели стать прекрасными балеринами, появилась возможность выразить это желание в одежде и отчасти воплотить мечту. Да-да, в моде балетный костюм с пышными пачками, телесными леотардами и нежными туфельками на лентах. Обязательно соберите волосы и держите осанку. Это дополнит ваш образ. Согласитесь, отличный повод проявить свою женственность и еще раз влюбиться в творчество отечественных балерин. В таком виде только в театр или на свидание. Последний тренд – это цветочный принт. Теперь на одежде его должно быть не просто много, а очень много. Но не забывайте, что цветы на одежде – это штука коварная. Они могут как сделать образ незабываемым, так и превратить его в настоящую модную катастрофу. Поэтому важно знать несколько правил, которые уберегут от провала. Во-первых, размер рисунка имеет значение. Мелкие и тонкие узоры смотрятся так, словно модница вышла на улицу в пижаме, а слишком крупные наводят на мысли о народном творчестве. Идеальный вариант – рисунок среднего размера. Следуйте моде, но не забывайте при этом о личных предпочтениях. Кстати, я вспомнила еще одного мужчину. Мы вот в начале передачи говорили об актерах. И такой замечательный там ранжир у нас выстроился из 15. Буквально, если не икон стиля, то точно секс-симулов. Я вспомнила, какой еще мне нравится актер очень сильно. Я считаю его прямо примером для подражания. Владимир Зельдин, как человек, как актер, как судьба. А Никита Михалков. Никита Михалков. А без рук, как режиссер. Так, но мы-то сейчас, девочка, будем говорить не совсем о мужчинах. Хотя я бы поговорила и о мужчинах, о грузинских мужчинах. А почему? Да потому что Ира вернулась из солнечной Грузии. Да! Она нам сегодня привезла не только какие-то рецепты замечательные, но еще и впечатления. Так? Да, я расскажу немножко о впечатлениях. На самом деле, когда мы только приехали в Тбилиси, приземлились, поехали к нашему отелю, мне совсем не понравился этот город. Как? Потому что, да, там какие-то полуразрушенные здания, вот эти дома ветхие, да, все какое-то старое. Я подумала еще, что здесь может понравиться. Но есть же еще центр современный. Да, я думала, что там вообще высотные дома, все красиво, да, ну а потом постепенно, когда мы уже начали ближе знакомиться с этой страной, конечно же, мы в нее влюбились. Вот, скажи, необязательно иметь красивые здания. Главное, чтобы люди были хорошие. Да. Самое главное, конечно, это грузинское гостеприимство. Да. Народ очень душевный. Они очень душевно встречают, такие добрые люди, да. И нам вообще показалось, что мы оказались в какой-то эпохе 70-х, 80-х годов, потому что это как в Советском Союзе сохранилась вот эта история. И люди такие же, да, и они сами причем. Двери не запирают, наверное. Ностальгируют по тем временам. Они собирают, вот мы ездили на кулинарный мастер-класс к одной паре, там муж собирает телефоны, автоматы, вот раньше которые были, стояли. Ну, в общем, вот эти предметы, машина у них ездит, советские до сих пор. Какие советские машины? Запорожцы, Жигули, да. Причем вот эти, Копейка, наверное, да, еще Жигули. А как запорожцы живы-то до сих пор? А ты что думаешь, это машина на века вообще-то, у нее железный кузов, если ты за ним указываешь, он же даже не издает. Ничего себе не было. Когда мы ездили в Мцхету, это древняя столица Грузии, да, там я видела вообще грузовик советский. Я вообще сначала своим глазам не поверила, но потом, да, ездит до сих пор. Потому что действительно машины были изготовлены на десятилетия, которые раньше делали так. Удивительно. Конечно, очень красивая природа. Мы были на Казбеге, ездили в горы, да, это было моей мечтой, да, мне она исполнилась. Вот, и да, сейчас... И сейчас как раз мы увидим, наверное, хотя бы чуть-чуть взглянем и Казбег увидим, и поймем, что так восхитило нашу Ирочку, потому что впереди у нас сюжет ее воспоминаний. Всем привет из солнечной Грузии. Как видите, зря я время здесь не теряю. Снова я на кухне. Плита нашла меня даже здесь, в Тбилисио. И сегодня я жарю традиционные курские оладушки на аутентичной грузинской кухне. За это время посетила кулинарный мастер-класс, где поближе ознакомилась с некоторыми рецептами блюд грузинской кухни, поскольку вы знаете, что кухня Грузии славится по всему миру. Хинкари, хачапури, пхари, другие блюда, они широко известны всем и у нас в Якутии. Поэтому я думаю, что приезду обязательно поделите рецептами с нашими хозяюшками. Так что ждите. Всем удачи и отличного настроения. Конечно, можно смотреть долго и с восхищением. Просто глаз не устает, глаз любуется. Я полагаю, что ты прямо зарядилась, даже вот несмотря на то, что впереди у нас лето. Конечно, там один горный воздух чего стоит, да, стоишь на вершине и прямо надышаться не можешь. Слушай, но если там так все вкусно, как удержаться? Тысячи я сейчас над уровнем моря и уже не помню, но я писала об этом в Инстаграме. У меня там очень много видео, фотоотчетов. Да-да-да, в Инстаграм надо, Ирин, заглянуть, и у нее там все выложено, кстати. Так что все красоты, все красоты, конечно, у тебя есть. Ну а сегодня ты нас будешь радовать и баловать какими-то грузинскими блюдами. Обязательно. Да, обязательно. На самом деле очень красиво. Мы заранее это вам не показываем, но там на столе, там уже красота, уже яркость есть, а самое главное запахи, ароматы, которые витают в нашей студии, они вот вызывают у нас обильное слюноотделение. И поэтому мы, говоря о мужчинах, вообще-то о еде думаем, на самом деле. Простите нас, мужчины. Так, ну что, впереди реклама, никуда не переключайтесь. Ну что, как вы поняли, сейчас нас будут... Нет, сначала нам приготовят. И, возможно, даже допустят, до готовки какую-нибудь простую операцию нам с Аней поручат, потому что Ира уже на своем рабочем месте, вкусная шкатулка готова к действию. И снова я приветствую вас в своей рубрике «Шкатулка вкусных рецептов». И сегодня я хочу показать вам, как можно сделать грузинское национальное блюдо хачапури. Слышали, наверное, да? Еле-еле и не раз. И, кстати, мы еще будем делать грузинский салат. Я думаю, что я вам это дело поручу. Ты не боишься? Здесь просто нужно порезать помидоры, огурцы. Справимся. Как обычно. Никудышные помощницы. Так что приглашаю вас. Так, уже, да? Кто хочет. Ой, не пожалей, ой, не пожалей. Никудышные помощницы. Так, вот сюда кто-нибудь. Я, да? Пойдем с тобой. Оля. Слушай, как я тебя под танки-то бросила. Аня, режешь только половинку огурца и помидор. Квадратик. Ой, а можно мне будет ответственное поручение пробовать все? Я согласна. Надо было Олю первую пустить. У нас готово уже тесто для хачапури. А что туда входит? Хачапури вообще называют душой Грузии. И вы знаете, оно даже запатентовано самими грузинами в 2011 году. Молодцы. Да, это национальное достояние этого народа. Запатентовано. Так же, как и сыр сулугуни. Поэтому сейчас уже никто не может, как сказать, присвоить это себе блюдо, да? Сказать, что это наше блюдо, это чисто национальное блюдо Грузии. Значит, хачапури бывает разных видов, но самые известные из них по-аджарски, по-мигрельски и по-эмеритински. Я сегодня расскажу, чем они отличаются. Они даже по внешнему виду иногда не похожи. И по внешнему виду они тоже, да. Оля, видимо, ты разбираешься. Я просто пробовала. Дело в том, что, да, случалось мне. Очень люблю рестораны грузинской кухни. И когда бываю где-то в России, обязательно захожу. И, конечно, это восторг. Ну и здесь у нас якутский тоже есть. Ну есть, но я как-то, видишь, стороной. Значит, у нас тесто. Мы делаем обычно дрожжевое. Две чайные ложки дрожжей, столовая ложка сахара, столовая ложка растительного масла. Соль и мука. И все. И все. И из одного теста мы сегодня сделаем сразу два вида хачапури. По-аджарски и по три даже, эмеритински и мегрельски. Значит, берем тесто, разделили на две части, я небольшие сделаю. И начинаем его вот так вот раскатывать. Это у нас будет по-эмеритински. Это где сыра много, по-моему, да? Это по названию места. Эмеритинская долина есть такая большая. И мегрельтия. Так. Она отличается тем, что в нее входит сыр внутрь. Да. Сыр у нас два вида сыра. Это сулугуни и второй... Не помню я название. Уже второй еще грузинский сыр. И мы берем вот так вот. Очень интересно вот это сам процесс делается, да? А сюда мы еще яичко сейчас добавим. Что пышали? Добавили два вида сыра, добавили яйцо, одно. И все это быстренько так вот. Ваши некудышные помощницы. Смешали. Ира. Так. Ты помидорку режешь? Нет, я полностью. Полностью. Не помидорку режешь. Ну ничего. Самое главное в этом салате это соус, девочки. Я призадумалась. Вот, кстати, Оля, ты можешь тоже подключиться. О, я есть хочу. Вот это вот орехи грецкие. Да. Мы их измельчили. Добавили туда чеснока. Три дольки, да, его через давилку. Плюс туда нужно добавить столовую ложку. Уксуса, да? Вивного уксуса. Так. Так, и вот у нас сванская соль. Это знаменитая сванская соль, которую входят сразу все специи и даже давленый чеснок, поэтому она немножко такая. Так, сначала специи давай. Да, можешь перчаточку одеть. Надену для антуражу полного. Сейчас, подождите. Теперь мы берем, смотрите, для хачапури по-амеретински берем вот этот сыр, нашу начинку, и ее в такой комочек. О, как пахнет. Смотрите, вот в шарик. Боже, да зачем? Я могу так есть, по-моему. Да. Чем больше сыра, тем хачапури получается вкуснее. Помидорки тоже как хочу? Да, как хочешь. И у грузин это как бы наполовину, 50 на 50 теста и сыр. Угу. Да. Вот такой вот шарик сделали. Это вот фишка амеретинских хачапури. У них прямо сыр внутри, и так, когда ешь, так интересно. Нет. Сейчас, подожди. Ага. Положили вот этот шарик, и теперь начинаем мы его тесто собирать. Угу. Сейчас перчатки сниму сейчас. Ты, наверное, там столько памяти себе оставила о поездке, да? Очень много. А где-то увидеть, кроме как в Инстаграме мы можем? Ты не приготовила случайно нам что-нибудь, сюрприз какой-нибудь? Фотографии. А, так мы сейчас будем смотреть. Прямо на экране. Так. А что-то... Можно половину помидорки, извиняюсь. Ну, ребят, время. Да, можно. Угу. Какие красивые виды, слушайте. Это же просто чудо какое-то. Ой, там очень шикарно все, да. Обязательно съездите, девочки, потому что все как пребывают в таком... Легком восторге. Да, в восторге от этой страны. Поэтому нужно обязательно туда съездить. Ну, я была в Абхазии. Да, совсем немножечко. Как я делаю? Хоть как-то. Так. Значит, побывала я на двух кулинарных мастер-классах. Один у профессионального повара был, мы были у нее дома. Так, вот смотрите, девочки, я сыр этот сделала туда, да, внутрь, и в лепешечку его. Сначала в мешочек, и потом немножко приключила вот так. У нас уже получается это хачпури по-эмеретински. А если мы сверху кладем сыр, у нас получается хачпури по-мингрельски. По-мингрельски, да. Поэтому я люблю заказывать по-мингрельски, потому что там сыра больше. Вы не поверите, девочки, я только вчера говорила кому-то, боже, я так хочу в Грузию посмотреть в Грузию. Попадешь, значит, будет хорошо все, запишься и едешь. Так. Вы считаете? Так. Что я... Все верно и вкусно. Сыра почти для сулугуни не оставила. Сулугуни продается. Сулугуни продается в некоторых магазинах, поэтому кто ищет, тот всегда найдет. Потом куда это отправляется? Потом мы отправляем это в духовку на... Так, значит, в Грузии 350 градусов, 5-7 минут уже готово. У них они на каменной сковородке это пекут. Ну, у нас, конечно, 250 градусов и минут 20-25, наверное. Так. Так, и второе у нас по-аджарски. Берем тоже тесто. По-аджарски, это которое лодочка? Это лодочка, да. Берем тоже тесто. Не сильно много лука? Вот сюда уберу. Нормально, ну, слишком много ты, конечно, нарезала. Придется тебе есть. Аня, видимо, любительница лука. Погоди, весь пока не туда не делай. Так, вот, хачапури по-аджарски, значит, мы лепешечку опять же немножко раскатываем. Так, давай. Прямо так, это чтобы нам время экономить, да, поэтому мы можем из одного теста ей делать таким образом. Далее наш сыр выкладываем сюда сразу же. Некоторые делают, ну, я раньше делала сначала лодочку, потом сыр. Давай я уберу. А сейчас я делаю прямо так. Угу. Слушай, перчатки у нас не очень удобные. И потом из него формируем лодочку. Да. Именно. Ну, так же удобнее. Так удобнее, да. Вот так вот сделали. Вы знаете, девочки. Распределили. У них шикарные и песни, и танцы. И кухня, и виды шикарные. И сами хороши, да. И кухня у них очень такая колоритная, очень вкусная. И колорийная, знаешь, да? Ну, дело в том, что когда мы были у Каролины, у первой нашей, да, моей, сказать... О, лодочка. Да, вот он, лодочку мы сделали. Угу. Она сказала, у нас женщины не толстые. Да. Потому что мы, когда делаем хачапури, кушаем, да, те же хинкали, это же все тесто и мясо. Да. Сыр очень много, да. Это все же такие в калории. Но они заедают это все зеленью. Очень много зелени. У них кинза, петрушка, укроп. Ну, там разные травы. И самое главное, конечно же, приправы. Сванская соль. Очень острое все. Быстро горит все. Они сильно солят, жир горит. Да, сильно перчат. И плюс, конечно же, они это запивают красным вином. И они дышат горным воздухом. Да. А он весьма полезен. Так, сейчас я, прежде чем на вашу красоту любоваться, очень важную информацию я должна сказать. Ведь спонсор нашего проекта это магазин детских товаров Викуша. Спешим сообщить, что Викуша заботится о своих покупателях. Любая покупка будет доставлена прямо на дом. И, конечно, не важно, где вы живете, в городе или в Улусе, телефон доставки 8 924-765-2999. В инстаграме есть страница Викуша, нижнее подчеркивание, ЕКТ. Ну вот. Так, что-то у нас тут уже. У нас уже готовы 2 хачапури. Это по-мигрельски и по-аджарски. Сейчас мы еще салат сделаем. Салат. По-быстрому. А салат, знаете, это я. Ты понимаешь? Анечка у нас уже тут практически все сделала. Вся прелесть. Я поняла, что я впервые сегодня вообще что-то делала руками здесь. в их ситуации. И первый раз? Да, я вся покраснела. Нет, волнение такое. Добавляем водички. Смотрите, чтобы он был немножко жидковатый. Да. Да. Водичку простую. А, получается орех, чеснок, сванская соль, немножко уксуса и вода. Это соус. Да. Соус из грецких орехов. Называется ореховый соус. И просто мы вот этот салат заливаем. Слушайте, и простой русский овощной салат превращается в прекрасный грузинский. Да. Превращается в грузинский. Овощи они эти едят вообще очень много. И именно вот этот я удивилась, когда попробовала. Огурцы и помидоры, они с этим соусом совершенно другой вкус у него. Ну и плюс еще сюда они добавляют острый перец. А вина они туда не добавляют случайно? Вино, вино они пьют. Даже на завтрак. Ну вот видите, у нас готов грузинский салат с ореховым соусом. Да. Готовы у нас хачи-бурри. Вот такие по-аджарски, по-мегрельски. Да. Вот смотрите, какое у них. Внутри сыра. Сморо, сжатая сыра идет. Приятного аппетита. Слушайте, как здорово. Ну что, я надеюсь, что ты, приехав из Грузии, полна всех идей всевозможных, и, соответственно, будешь ими делиться с нами. Обязательно. Так что не переключайтесь никуда и никогда, оставайтесь с нами. Город женщин для вас приготовит всегда много интересного. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok